Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим встречи по серии бесед, которая называется «Во свете Библии». Я показываю Библию. У нас слабенький аппарат, записывающий, ничего нет, мы не знаем, не осветить или настоящих нет. Но поэтому мы хвалимся, что имеем. Хвалящийся хвались, что знает Господа. Я показываю Библию и открытый Бог об это смотреть. Вопросы некоторые задают нам по интернету, некоторые лично. Ко мне задали не два, не три вопроса. Вот эти вот книги лежат. Это мое издание. Я в них отвечаю на 4124 вопроса, которые мне задавали, когда я вел радиопрограммы в университетах, вел занятия в школах, в милиции, в разных заводах, фабриках. И многое сохранялось. И вот на эти вопросы я ответил. Ну, уже там я отвечал, так говорят, на вскидку. А здесь я уже по этому вопросу, бывает, до 10 книг разных открываю со ссылкой на страницу. Так, ваш вопрос. Вопросы по канонам. Ну, вот сейчас в церкви нету истинного крещения. То есть троекратным погружением в воду, как написано в канонах православных. И вопрос в связи с этим назревает. Ну, и не только, наверное, еще эти другие тоже каноны не исполняются. Ну, их меньше видно. Потому что они не так на виду. И вот интересно, почему священники вообще по этой книге правил не живут? Вот там каноны написаны, это как законы православные. Это было бы так удобно. И легче кому-то показать. И самому легче руководствуешься ими. Живешь спокойно. Все разложено по полочкам. И вот если, по слову Божьему, смотреть на это, как вы думаете, вот эти каноны исполнять, начать священникам, которые не исполняют, как вот легче? Ну, я говорить о канонах могу. Я занимался ими не худо. Как считает, я канонист неплохой. Три года составлял переводы, переводил тогда на структурно-славянском симфонию на них составлял. Я даже задавал вопрос, а сколько канонов вообще было? Ни один человек мне за 50 лет не ответил. Я задаю вопрос профессор, он доктор своих наук. Ни один не отвечает. Я сейчас просто скажу, и мне не ответит никто. Я отвечаю на будущее, знаете, 989. Но из них есть временного содержания, Кордувий, допустим, такой епископ, конкретно к нему он умер, и правило это потеряло уже, свою актуальность. А сколько всего действующих правил? Действующих в семи вселенских, в девяти поместных соборах и в семнадцати святых отцах, которые относятся к книге правила, 719 правил. Это больше, чем у евреев, 613. 719. Из них сегодня, в настоящий момент, ежедневно, целенаправленно, умышленно, 413 правил нарушается. 413, то есть 57%. Вот этих данных, вот этой статистики вообще нигде нет. Когда я был в Жордан-Вилли, там, под Нью-Йорком, и дал эти данные, они мгновенно, дайте нам эти данные. Ну, надо знать, во-первых, что он нарушается, знать это правило, как написано, и как оно в жизни применяется. Надо жизнь общим знать, всего, что в церкви делается. Ну, поэтому так долго я над этим работал. Книга правил вообще священника была неизвестна, поэтому я ее насчитал на пленку, и она на моем сайте стоит. Кистине1.народы.ру Это сайт наш. Он называется «Во свете Библии». Можете там зайти и посмотреть, или зарядите Игнатий Лапкин в Google, и там найдете сразу. Напишите сайт. Достаточно этого. Книга правил нигде не печаталась. И священники вообще ее не знали. То есть, на дорогу выезжали люди, у которых в руках правил движения не было. Вообще они ничего не знали. Как поступать? Что? Сырковного суда не было. Все на произвол было пущено. Причины какие? Я говорю, это мой опыт. Причина первая. Невозрожденные пастыри, не родившиеся свыше. Второе. Нет страха Божия. Вплоть до патриарха. Никакого страха Божия нет. За каждым правилом стоят сотни епископов. Только на одном Вселенском Шестом Соборе было 630 епископов. Но это не два, не три. 630. И как ты можешь пренебрегать, как сектанты? А что вы нас судите? Ну как судите? Вы сами себя осудили. Все, что до возникновения адвентизма, баптизма, вы так спихнули. А теперь бритые с галстуками вылезли и толкуете свои правила. Так и здесь. С них спроса никакого нет. Люди вне церкви и спроса нет. Но мы-то церковные люди. Почему? Я отвечаю. Нет страха Божия. И поэтому он страха Божия не имеет. Он церковное предание зазирает. И так ему удобнее. Дальше он самохотением занимается. Пришел человек. Как его крестить? Я пришел покреститься. Первый вопрос. А ты заплатил там квиток на руках? Да, квиток у меня на руках. Ну, заходите сюда. Сейчас наберется человек 50-80, чтобы ни одного было. Теперь у него на 50-80 человек меньше ведра воды налито. О, все до одного священника знают, что крещение переводится погружение баптизанцев. Другого слова нет. Погружение. Джон Ле Баптист. Иоанн Креститель. Джон, я, я не могу переначивать значение слова. И почему же они не погружают? Потому что он сам не крещеный. Он порченный поп. Чтоб сильно-то не обижались. Считайте, это было тысячи лет назад в Японии. Ну, а что сочтете нужным? Ну, называется экстраполяция событий во временной форме. На себя перенесите. На раз этого не знает, поэтому побоку. А архиерею говорить еще нельзя. Наконец, долбили, долбили патриарха Алексея, да долбили. Он на перхально-московском собрании говорит, крестить надо только в полное погружение. И где нет катехизации, не крестить, а идти в те храмы, где есть. Я это все засчитывал, это церковная хроника печатает. А потом говорит, прошло полтора года, я выступал, и меня как будто не слышали. 98% священников вообще меня не слышат. Это выходит на 100 священников, только двое стали правильно крестить. Это канон, 50-е правило апостольское, 1-2 век. Если не в три погружения крестит епископ, священник, да будет извержен. Извержен, то есть разжалован, погоны сорваны. Он никто. А они продолжают крестить. Перед Богом это все. И поэтому, правильно вопрос задан. Правило, когда есть, мне вообще ничего не надо думать. Надень хиджаб, сестра. И вопрос решен. Надень хиджаб, они собрались все, надень хиджаб. Ты мусульманка, ты надень хиджаб. Ты православный, не трожь бороду. Посмотри на святые иконы. Ты православный, стихтантов не надо спрашивать. Это масонские отрепья. Оттуда они. Это масоны все затеяли, разная секта. Они ничего не понимают. Ни в писании, ни в мировой обстановке. Пусть они не обижаются. Любого священника у нас послушают, что он говорит. Отец Дмитрий, они его там клемят. Да вас сотни ваших проповедников, они близко не стояли по его, как он говорит. Но проповедь их лучше, чем у него. Когда они говорят о Божественном, о Христе, о Возрождении, они это знают. Но они не каноничные. Они свой алтарь устанавливают, свои молитвы составляют. И им, говорят, даже умирать за Христа нисколько не поможет. Киприан Карфагенский говорит. Потому что еретикам нужно только отвращаться. Поэтому, когда на меня нападают, я никогда им не отвечаю. Только когда спрашивают, а где можно про это прочитать, тогда я выставлю сайт, форум наш. Могу там фейсбук, живой журнал. Нет, у меня открыто что-то. Вот теперь я могу показать. Что они так себя ведут, вот священники? Трусость и корысть. Корысть и трусость. Это главное места, на которые нужно надавить. Чтобы они не боялись епископов. Он говорит, ну если я правильно буду крестить, а другие неправильно, архиерей меня запретит. А может не запретит. У меня брат родной, он протоиерей, уже 33 года в сане. И его тогда был у них Феодосий, Омский. И даже был этот Максим. Когда увидели, что они крестят правильно, вызвали. Зачем вы делаете этот раздор? Все крестят, то есть все эти сукраинцы, эти униаты понаехали с Украины, с Белоруссии. Да они все оттуда приехали-то. У них фамилии все тамошние. И они сами не крещеные, потому что это латиняне, научили их так. И они давят все под себя. Ну сказали, ну ладно, кому надо, пускай моченый будет. Но уж вы хотите, нет, теперь все под себя. Это в любом месте, никак нельзя давать. Одно время решили, что епископы должны быть, могут быть и неженаты, могут быть. Хотя написано, епископ одной жены муж. Неженатых епископов вообще нигде нет. Они наконец пробрались к власти, задавили все, и неженаты вообще не может быть теперь. Никуда. Дальше история произошла здесь. Мы поступаем по канонам. У них нарушается 413 правил. У нас в общине Крестовозыженской, в городе Барнуло, ни одного. А как вы знаете? Ну ты не знаешь, но обречи меня, найди. Торговля запрещена. У нас ее нету. Еще совсем нету? Нету. А как же свечки? А ввоз покупаем, льют, ставит батюшка сам. А дальше, что бы ни возьми, везде нарушения. А во дворе у нас этого нет. Написано, не покидай богослужение до окончания. Канон правила. Там сплошь и рядом заходит, выходит. У нас этого нет. Если он опоздал, должен написать объяснительное и стоять вместе с оглашенными. Он и подумает, опаздывать нет. Бороду тронул, полгода стоял в коридоре. У них ничего не исполняется. Священники, только так, свидетели, статисты. А они ничего, ничего не следят за обстановкой. Кто пришел? Женщина в брюках. Мы ее даже во двор не запустим. У нас даже деревня православная строится. И она приехала в брюках. Пока мы ей не принесем юбку, она из машины не вылезет. Не говорят, что курить. У нас везде надписи. На территории деревни курить запрещаются. А у них курят священники. И епископы курят. Как у греков. Причина одна, страха Божия нет. Невозрожденные. И бояться потерять утробное местечко. Бояться не надо. Пусть архиерей запрещает. Одного, другого, третьего. Будет разбор. За что? За то, что я правильно поступаю по канонам, архиерей запрещает. Это колесо Бог повернет на него. Писание так говорит. Их не надо бояться. Меня многократно хотели поставить священником. Я был бы давно, может, епископом. Но я сказал, это не мое. И поэтому я до них неуязвимый. Они ничего со мной не могут сделать. Ну, запретят. Запретят я буду в коридоре стоять. Против я не пойду. Молиться также буду. Но вторгнуться в мои занятия в университетах, воинских частях, милиции, они не могут. Они пытались меня выдавить. Выдавили с высшего летного училища. Но я им сказал, они у вас не будут бесплатно. А так и получилось. Прошло две недели, меня снова вызвали. А тут они по военным структурам. Тут Николай Бурдин был. Они меня оттуда выбили. Больше у вас зла, чем невозрожденные священники, мне никто не делал. Но я признаю, они благодатны. Я подхожу, батюшка, благослови. Все говорят, да у вас какая-то раздвоенность. Я говорю, расстроенность. Я вам это докажу. Но все подчинено одной цели. Не прогневать Бога. Поступить по Его святым заповедям. По Библии и по святым канонам. Я со многим не соглашаюсь. Ни с одним, ни с двумя. Со многими. И во многом. Но согласно Слову Божию. И они мне никогда ничего не докажут. Писание об этом говорит. Лучше два слова, пять слов на родном языке. Вот это стартополный славянский язык. Я за то, чтобы богослужение и все было на русском языке. Я просто к слову хочу сказать. Они ничего не смогут сделать. И по правилам, по канонам жить очень легко. Легко, то есть когда ты этим живешь. И мне это нетрудно соблюдать все посты. У нас никто не нарушает пост. И никто к батюшке не подходит. Отец, Аким, разрешите. У меня гастрит там. Нигде ни один не подходит. Батюшка заранее говорит, не клячь, никто не получит. У нас никто не подходит. Я начальник детского лагеря 40 лет. И как раз попадает Петров пост. Я знаю наши посты православные. Они не евангельского устроения. Они в 3, 4, 5 веке возникли. До этого-то люди спасались. Мне они не нужны. А вот великий пост, среда, пятница, они в апостолском правиле 69. Они нужны. Но, я добавляю, но, я православный. И все стало по другую сторону. Я все посты строжайше исполняю. Даже в тюрьме, даже в больнице не положено, если мясное, молочное. Тем более мясное я вообще не ем. Вообще в рот даже не возьму. И Бог сделает так, что меня накормят именно постным. Я уже рассказывал, как в самолете обслуживали там американские стюардессы. Узнав, что я не ем пост, они меня 4 раза покормили. А других только 2 раза. Бог это видит как. Поэтому я для Бога это делаю. А пост мне не повредит. Хотя он мне нужен. Он мне не нужен. Я начальник лагеря. И дети приезжают первый месяц. А 12 июля только разговаривали на по Петра и Павла. У меня дети, а рядом молоко, творог, сметаны. Я ничего не могу дать. И мы не нарушаем. Не положено растительное масло, его там не будет. Но дети не похудеют. Мы рыбу берем, там стряпают пироги разные, шанги. Но уж придет молосное так. Поэтому правила, книга правил, она очень нужна. И виновны против нее, кто должны принести покаяние. Правильное крещение, правильное причащение, венчание. А сегодня идут, венцы сзади держат, вот так поднимут. Не на голову. А у мужчины там парень идет. А там рядом женщины. Голова-то не увеличена. Венчание-то никакого нет. Это обман. Боятся, что они запачкаются. Или на этот шиньон не надеть ей. Ну не надеть-то, да иди, придешь без шиньона. У нас никогда не делали так и не будет. У нас ни за крещение, ни за что деньги не берут. Ни за вещание, ни копейки. У нас в уставе сказано, если шиньоник хоть раз возьмет, мы с ним сразу расстанемся. Да он и не возьмет. Он один из нас. У нас архиерей такой был, какого не было нигде больше. Он никогда поборами не занимался. Жил бедно. У него ни машины, ни велосипеда, у него ничего нет. Даже в ботинках носков нет. Это наш епископ. Потом он был домодедовский у патриархи Кирилла. И это все неоцененное осталось. Пусть бы у него поучились. И в тихий Курочкин. Живет в городе Ишим, Богоявленский собор. Теперь он на покое. Вот так, дорогой. Вот вы говорите о нарушенных канонах и просто, ну, как-то в разум не входит. Больше половины канонов нарушенных. Это ежедневно, целенаправленно, умышленно нарушается. То есть, получается, те законы, которыми должны жить православные люди, ну, любые, не только священники и паства, они, эти законы просто не соблюдаются людьми. Но если мы знаем одну, даже заповедь нарушил, то виновен во всех. Поэтому... По частям, только немного я сказал. Я на это отвечу, потом дальше. Вот это нарушает. Первое, это заповедь крещения. Крещение должно быть в полное погружение. Шестой Вселенский собор, 14-15 правила. Говорится о возрасте. Какой должен быть? Не раньше 30 лет. А их ставят юнцов. Да в 30 лет патриарх, даже какой. И он в 30 лет уже епископом был. Но они нарушают. Зачем? А некого ставить? Да как некого? Когда вы себе сам занимаете некого, которые в возрасте, их некого некуда ставить. Вы заранее этими малышами заткнули все должности. У нас правила. А если раньше... Да все, да запрещено. Вот не может быть раньше. Правила многие не имеют обоснования никакого вообще пояснения. А это правило имеет пояснение. Потому что и Христос вышел на служение не раньше 30 лет. Вот о правилах, которые имеют обоснования, написали. А в Писании. А он же священник должен учить народ. А как будет учить, когда 30 лет нет? До 30 лет он не должен учить. Учительным быть. Это у евреев строжайшее правило было. Мы не знаем, сколько Павлу было. Но он был рабин, а то уже 30 лет было ему. И поэтому правила эти ежедневно бьют нас. А у нас это не нарушается. Нигде. У нас был иеромонах. Ну, иеромонах сидел, он нигде ничего не делал, не благословлял. Было тут местный епископ запретил священника, а он к нам стал ходить. Но он запретил. Ну, мы-то не в московской патриархии были, а в русско-православной зарубежной церкви. Неважно. Его запрет мы полную силу признаем. Епископ Максим тебя запретил. Больше крест тут не носи и никого не благословляй. И он на это даже никогда не посягал. Все. То есть надо нащупать, где эта грань. Через нее не перелазит. В рамках канонов этих теперь я и должен показать свою инициативу работать над собой. Над собой. Вот и все. Далее. Ну, вот в связи с этим возникает такой вопрос. Ну, может быть, вы не сможете ответить, если нету исторических таких данных. А откуда же, ну, по Библии все-таки, по Слову Божьему, как вы думаете, откуда началось? Все-таки эти каноны же создавались до 8 века. Соборы были, шли. Значит, их исполняли. А откуда же пошло вот в историческом ракурсе нарушение? Такое, ну, стольки массовых, массовое нарушение канонов. Сразу же. Откуда пошло предъявление Богу? Да, сразу же в раю. Прямо просто канон был поставлен. А началось еще с разговора. Лясы начала тащить Ева-то. А если подошел в то время-то грубо, обошелся бы там под затыльника дал бы, и змею рубанул бы поленом по лысой голове-то, этому кремлевскому мечтателю-то, и революции бы не было. Приходится она пребывать, как написано, к экстраординарным мерам. Вот откуда оно пошло. И каноны, они откликались на нарушение нравственности, на нарушение Слова Божия. Вот. Некоторые стали оставлять отцов, матерей, в монашество. Канон Ганг-собор отрубил это дело. Иные стали голоса отпускать. Канон отрубил это. Сослались на Слово Божие. Пожалуйста, если жена растит, честь полностью. Мужчина нет. Так. И далее. Далее идет. Детей стали оставлять, додумались. Почему? А я ради Бога. Сразу еще один. Анкирский собор долбанул по этому. Все закончилось. Собор даже вы как извергать. Как несчастливо. И человек, есть копцы, которые оскопили себя ради Господа. И буквально стали оскоплять. Такие, как Ориген. Взял ложь себе, сделал операцию. И детородные члены повредил. Кастрировал себя. Церковь предала это клятве, проклятие. Это творение Божие. Оно прекрасное. Ну, всех-то скопцы, там хлысты были. Они и женщинам что-то там вытворяли, отрезали, делали. Лишали их, естественно, как говорится, способности к рождению. Церковь это все осудила. Это бесовское учение. Как Тимофею Павел пишет. Нарушение было всегда. Да, если сказано было не уби, оно пришло, когда уже убийство совершилось. Заповедь. И при любодействии, когда уже вовсю расцвел махровым светом этот цветок иерихонская роза. Который сифилисом болеют солдаты, бога избранного Израиля. Вот как. Так что, страха Божия не было. Опять же, возвращаемся к тому. Рождения не было и все. Закон написан не для праведников. Мне этот закон, вот что... Ну, сейчас вели бы сухой закон. Как бы на вас повлиял? Никак. Я его в рот не беру, алкоголь. Вообще ни пива, ничего. Но сейчас бы вели закон. Мусульмане пришли, вели закон, чтобы и свинью не ели. Как? Да никак. Я вообще мясо не ем. Вообще на меня не подействовало никак. Я говорю о том, что мы нарушаем. И поэтому церковное начальство, в начале соборы собирало и старались как-то отреагировать на это. Отреагировать. Ну, были аборты? Конечно, были. Но не такие они. Вовнутрь-то не залазили. Пили отраву. Василий Великой. Правило второе. Если жена поведела плод свой 10 лет, а то еще на церковь. А я не буду ходить. А тогда закон не разрешал. Это ты будешь ходить. Ты будешь ходить и первая будешь приходить. И на 4 категории. Первая, значит, она там кающаяся. На улице стоять. Вся непогода твоя. Два с половиной года. Второе, значит, она будет здесь слушающая. Соглашенными. Дальше припадающая. Еще поближе. И потом куп настоящая. До конца можешь выходить. Но прищищаться не будешь. 10 лет кончилось, тогда прищастишься. А лученые никуда не уходили. А сегодня только троню его маленько. Все, я уйду к другому. Ваньку брошу к Ваське, как пойду. Он более кучерявее. Как Толстой пишет в крестово-санате. Такой блажей не было никогда. Нарушено правило, я отвечаю. Отвечаю и исправляюсь. Каноны написаны для жизни, не для смерти. Ну и заповедь данной игры для жизни послужила для смерти. Ее стали нарушать. Она тогда была предупредить, чтобы не делать. А мы на красный светофор поперли. И столб, который подержал светофор, казался у моего лба. Но виновен это не светофор, наверное. Вот так. Да, ну тогда вот еще маленький такой вопрос. А все-таки где-то в истории церкви истинной были такие люди, епископы, священники или миряне, которые исполняли эти каноны, и причем все? Были и есть. Были. Были определенно. И они их держались. По порядку, назовем, те, которые писали, как Василий Великий, как Венедикт, там перечисляется, Иоанн Златоуст. И они брали по шкале намного выше. Если написано, в этот день не пьем вина, они отказывались даже от воды. Если было сказано платить десятину, они все имение продавали и к ногам вложили апостолов. Всегда эти люди были. И есть они и сейчас. И просто надо найти, познакомиться и спросить, а как у Вас это получается? И я думаю, я знаю таких людей, вот когда, допустим, жена не слушается мужа. Вот у нас такая, он сейчас недавно умер, инвалид войны, Иван Семенович, но она, его нежная голубка, тоже болеет. Им уже под 80, наверное, с лишним лет. И я ее спрашиваю, Александра Ивановна, ну а бывает, что ты Ивана Семеновича где-то огорчаешь? Да, бывало. Я говорю, что ты делаешь тогда? Ну бывало, не по его сделало-то. Ну там по мелочи, по мелочи. А какой по мелочи? Она бедра два гадрата скала, ее с конца бочила-то. Он ей сказал, больше не бери, он инвалид войны, иначе за мной ухаживать некому будет. У нее нога там израненная весь. А посмотрел маленько в окошко, она опять несет. И он более строго с ней поговорил, тебе что? Непонятно что ли? Тебя с крючей, два ведра полных по 15 ведер несешь. Да вот охота на дачи, ты виновна. Я говорю, что делаешь? Ну я сразу падаю, ему в ноги говорю, дедушка, прости меня. Мне до того смешно. Хотя бы сказала там друг, брат, а то дедушка, как будто она внучка какая-то. Вот, но она тоже виновна. Я знаю люди, которые не нарушают в полном, буквальном смысле. Поэтому примеры Господь всегда эти оставляет. Но иногда за правила цепляются, там дополнительные какие-то толкования, Вальсамон напишет, поднимут все, а вот он сказал. Да он сказал, во-первых, это не правило. И Вальсамон это еще не само правило. И само правило это еще не Библия. Еще надо еще тройной переклад посмотреть, сходится или не сходится. Но если оно сходится, а только разъясняет, не знаю. У меня ни одного правила не было ни в Библии, ни в канонах, против которых моя душа бы взбунтовалась. И сказала, что это такое придумали где-то нигде. Я просто целую их, настолько они мне дороги. Они мне близки. Вот и все. Спасибо, Христос.